Так, самая опасная змея, встречающая в Таджикистане, это гюрза. Чем опасна эта змея? Змея, она имеет цвет, окраса сухой травы, сухой листвы. И эта змея любит всегда выходить на тропинку, закручиваться кольцом и лежит. Если эту змею пройдете рядом и не заденете, гюрза никогда первой не нападет. Но не дай бог, если даже ветром, либо чуть-чуть вы заденете эту змею, змея молниеносно нападает. Опасность змеи гюрзы. Гюрза, один грамм сухого яда гюрзы содержит 120 человеческих смертельных доз. 120. Яд гюрзы парализует человека моментально, нервно-паралитические действия. Полностью парализуется человек, и спасти после укуса гюрзы, если в течение 50 минут не будет инъекции сыворотки, то человек обязательно детальный исход, он умирает. Вторая более встречающая змея это кобра, среднеазиатская кобра. Кобра, в отличие от гюрзы, она мало, менее опасна. В чем? Потому что кобра при появлении человека, либо других животных, она всегда дает знать о себе, что вот он, я здесь. Она принимает стойку и шипит. Кобра, опасность кобры в том, что если вы на близком расстоянии, кобра обязательно атакует. Обязательно. Особенно агрессивность этих змей – ранняя весна, поздняя осень. Кобра. Один грамм сухого яда кобры содержит 75 человеческих смертельных доз. 75. Кобра. Яд кобры заражает кровеносную систему человека. Поэтому, когда укус змеи кобра, при оказании первой медицинской помощи, и если ранку вырезают и высасывают, но высасывают его, если нехорошие зубы, если рамки, есть полость рта, ни в коем случае делать этого нельзя. Значит, высосав, наложив жгут выше укуса, можно человека спасти. То есть, вероятность где-то 50-50. Следующее. Песчаный полозень. Змея, песчаный полозень, очень много у нас встречается. Она чем-то похожа на гюрзу. Но укус заражает кровеносную систему. Она не очень сильный яд имеет. Но тоже ядовито. Порядом 50 человеческих смертельных укус. Эй, смертельных доз. Смертельных доз. Значит, этот песчаный полозень, он дает о себе знать, когда он лежит, увидит человека, он приходит в движение, уходит, либо атакует. Четвертое. Змея-щитомордник. Вот эта змея-щитомордник, она в зарослях, вот в таких этих больше всего появляется. Это прям мордочка такая, у нее крупная, такая, как у бульдога. Яд щитомордника тоже поражает, у него не нервно-паралитическая, а значит кровеносную систему заражает. У него тоже где-то 50-60 смертельных доз человеческих. Один грамм щитомордника. Но он менее ценится яд этого змеи. Пятая, пятая змея, которая встречается в Средней Азии, это эфа. Эфа, она у нас встречается, но встречается именно там, где песок, в песчаном месте. Вот есть у нас горы, где песок, очень много песка. Вот эфа, она змея, размеров бывает не очень больших, до метра, метр двадцать доходит обычно особи вот такие. Ну, эта змея тоже при виде человека, либо кого, она тоже уползает, она не нападает. И яд тоже поражает кровеносную систему, заражает. И где-то около 50-40 доз один грамм сухого яда. Самый коварный это гюрза. Она, сволочь, не уходит, она видишь, что она не уходит. Было случаем, я в Каневском лагере алюминиевого завода, когда был студентом, работал воспитателем, и мы детей повели в горы. Был Малахов Алексей Ильич в регарии, этот участник войны, он следопыт, охотник, он председатель охотников района был, и так далее. Ну, прекраснейший, турист и так далее. И вот мы с ним, он меня попросил, говорит, давай, ребят, поведем в горы. Мы повели детей. И когда бы шел от Борг, сын медсестры, которая медсестрой работала у нас в пионерском лагере, страдал астмой. И Саша пришел и говорит, Абдулхим Кореевич, возьмите меня, возьмите, ну, пожалуйста, и так далее. Я говорю, у тебя астма, мы не можем взять, мы в горы идем, и так далее. Он начал плакать, мать пришла, сама медсестра, и попросила под мою личную ответственность, заберите моего сына. Мальчику 13 лет, вот как мой бабушка. Вы можете представить, на второй день, мы ночью переночевали, на второй день идем, вот такая вот гора, склон, здесь заросли и вот тропинка. И тут лопухи вот эти листья, они сухие. Вы можете представить, несколько человек прошли уже там, и я вот чуть на этот лист ногу не опустил, вдруг этот мальчик меня отбрасывает в сторону, на этот вот склон, я падаю и смотрю, из-под листа вот такого сухого лопуха, вот этот листья, выползает гюрза, уползла в заросли, и я своими глазами видел толщиной, вот такой толщиной, и метров где-то полтора метра. Вот коварность этой змеи в том, что она не боится ничего, она лежит и ждет, вот, но если вы его тронете, он обязательно нападет. Лекция окончена, пожалуйста, в кассу.